здравствуйте дорогие зрители я рад вас приветствовать в нашей кулинарной рубрике которая называется максимально вкусно и сегодня у нас в гостях судья международной категории уровня трех звезд по выездке анна елисеева сегодня с анной мы приготовим одно из блюд по желанию анны и узнаем побольше о ней о ее жизни как она пришла в конный спорт и чем она планирует заниматься в будущем здравствуйте она спасибо что вы пришли добрый день что мы сегодня будем готовить сегодня так как у нас новогодние праздники мы готовим салат оливье но не обычный салат оливье традиционный а царские оливье но я должен сказать что салат оливье он просто не разрывен с новым годом для нашего российского населения всего всех русских людей мы помним что перед новым годом просто ведрами его в каждой семье готовить но оказывается салаты бывают разные и сегодня будет царский салат возможно это готовили в царских фамилиях не знаю про царские фамилии но то что он вкуснее чем обычный это на сто процентов и вот уже лет пять у меня на столе именно такой салатик он полегче ну и такой с интересным привкусом оттенком хорошо что нам для этого потребуется какие продукты основное у нас мясо это курица потом конечно же нам нужна картошка морковка огурчик как обычно оливье потом яблочко у нас и заправляем соленые огурцы каперсы для остроты яйца перепелиные раковые шейки зеленый горошек и заправляем и все это майонезом горчицы и вот таким соусом ворчестер тоже придает пикантность блюду ну хорошо составом мы ознакомились с чего мы начнем что же нужно делать все таки первое начнем но вот морковку и картошку уже отварили сейчас отварим куриную грудку и перепелиные яйца я думаю что мы сейчас ее так порежем для хорошо изначально мы порежем грудку ну пока мы начнем готовить можно я так буду обращаться да конечно хорошо скажи вот как ты пришла в конный спорт как ты оказалась с лошадьми семья у тебя конников семья у меня вообще не конников папа у меня профессор всю жизнь отдал науки и когда он услышал про лошадей у него волосы дыбом встали потому что лошадей я увидела в три года и все и прям заболела все игрушки лошадки жили мы в районе отрадное там катали по кругу на лошадях и я не могла пройти если мы не прошли один день вокруг вот этих лошадок то все день прожит зря день прожить абсолютно и я маму мучила узнать где живут эти прекрасные лошади жили они конечно в гаражах жутких я ничего не понимала вот начала там ездить ну и вот так вот каждый день просто вот такой бред именно лошади 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 одни лошади больше ничего знать не хочу но ты не первый гость нашей программы у которого родители не имели абсолютно никакого отношения к лошадям абсолютно абсолютно никакого то есть также были и работники абсолютно других сфер ученый но дети стали конниками все-таки это на каком-то другом уровне передается да и ты видела лошадей один раз влюбилась и все и до конца жизни абсолютно да я уверена что это до конца жизни я пыталась много что другое делать не связанная с лошадьми но не удалось что улица у нас варится грудку мы уже бросили вода теперь мы можем порезать яблоко нам надо овощи порезать почистить режем маленькими кубиками яблоко приготовил вот тебе яблоко я сам его почистил нож чем я могу заняться почистить морковку дочистить и картошку и тоже порезать хорошо то есть освободить всю это картошечку от кожуры режем кубиками ну примерно где-то 0 5 на 0 5 но чем меньше на самом деле тем вкуснее все знают прекрасно что обычно есть у нас такой смесовый салат скажи мне а ты родилась где москве родилась ты коренная москвичка очень редко мы встречаем в конном спорте коренных москвичей если проанализировать и посмотреть на всех спортсменов и судей особенно ведущих спортсменов то не как правило из регионов а ты коренная москвичка как-то вот так получилось но хотя родители у меня ну папа не из москвы папа не из москвы понятно хорошо вот увидела этих лошадей и вот увидела этих лошадей и каталась и за сколько за рубль катали катали потом значит пошла туда заниматься там были какие-то ну я кашет не понимала тогда какие-то вечно пьяные девушки которые на самом деле практически не кормили этих несчастных лошадей и я там ездила просто в каких-то гаражах по кругу как сама хотела мне седлали лошадь и я в пять лет вот так вот там ездила с мои сумасшедшие родители даже не понимали может быть а потом меня даже взяли в парк ездить пять лет парком него парк это было где ботанический сад район отрадная вот там такой парк а ну ботанический сад там парк вот и я помню что я даже там галопом как будто ездила по парку по парку да достаточно опасно занять до ужас вообще сейчас я как вспомню но скажи а дома лошадки все это тебе были кукольные конечно только лошадки одним я как конюшня была то есть у тебя абсолютно весь набор который если любой девочки маленькой абсолютно деревянная лошадка была была да я даже более того у меня была маленькая собачка мне родители купили наверно думали мало ли может я от лошадей как-то отойду как-то собачку мне завели да я так я собачку запрягала бедную той пудель запрягала в деревянную я сделала трензель такой как будто запирал в каком-то ящики и овес ей туда сыпала не понимала почему собачка не рада ничего не переживай у нас был гость программы вадим черевань так вот он кормил лошадь картошкой а ты собаку овсом да я собаку овсом ну каждого на свой взгляд такое меню своеобразное хорошо когда же все-таки пошла полностью в конный когда это случилось как-то так случилось что мы приехали на эту конюшню а там видимо лошади не брали не работали несколько дней то ли это были новогодний праздник я уже не помню вот и мне дали лошадь и она стала неработанная стала прыгать и родители у меня испугались сразу увидели что там что-то не то где-то год я туда нет ну года два проходила туда и у меня рядом с домом темирянская академия была я пошла туда заниматься я не могу сказать что это какой-то очень большой спорт вот но по крайней мере это уже хотя бы с намеком там проводились соревнования вот я много выступала по детям по юношам раньше такой как бы градации не было там и всей конкурт я и конкурт прыгала вот ну как пошла в официальную школу нет нет это был просто как как прокат про больше как прокат да то есть это не дюшер просто прокат да ну мы даже и не знали про существование такого но ты могла себе представить в тот момент что конный спорт станет твоей профессии но я очень хотела но я ничего не знала ничего кроме все прям вот тогда мы мечтали стать коноводом вот либо инструктором проката это прямо была вот моя мечта то есть это был предел мечтали да да хорошо а родители что на это говорит ой родители ну мама всегда пыталась меня поддержать во всех моих начинаниях а папа и в конном спорте ну хотя бы не навредить вот так вот не то чтобы поддержать она не совсем понимала но ей она вроде хотела сделать ребенку то что ему нравится вот а папа вообще был в шоке абсолютно говорил что я хочу только хвосты крутить и больше ничего мне не надо всю жизнь наверно горелось не пойдешь учиться будешь ходить до 6 ты представляешь вот это ты в навозе целый день холоде вообще ну а ты что говорил а я говорю папа я люблю лошадей я буду в навозе в холоде мне вообще все равно мне больше ничего не надо и он есть у меня тройка он меня лишал поездки на конюшню и это была истерика да абсолютно дорогие зрители обратите внимание это не первый человек которого родители санта жировой конный спорт очень не очень много болевых точек у детей а вот конный спорт оказался такой болевой точкой где можно за то чтобы ребенка лишить занятием конным спортом можно было поставить на карту и обучение но и другой стороны это неплохо это неплохо это доказывает что все-таки желание заниматься спортом есть и это интересно скажи вот соревнованиях ты участвовал да конечно когда ты начала участвовать начала я наверное участвовать лет но может двенадцать но почему-то по любителям очень странная какая-то была такая градация тогда никто ничего тогда любители не ну какие-то любительские езды любительский есть как начальный уровень была езда samsung еще да я помню было да 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 вот потом я в конкуре участвовал там очень сильно упала мне родители ну папа сказал что вообще конкур только через мой труп потому что я вообще изначально хотел конкуром заниматься всегда мне очень нравилось и никакую выездку я слышать еще не хотела ну ты пожалела отца вот и не смогла такие жертвоприношения ну да ложки были плохие мне поставили калитку совсем узкую вот я так прилично упала с переворотом калитку на вкус и поняла нет все таки выездка в этот день еще у меня как раз родители приехали и они увидели все прелести конного спорта и я сказала да не не переживайте я вообще каждую тренировку падаю это предыдув зуб да и вытащил щепку изо рта не переживайте ничего все нормально ну практически он перебивает дыхание когда так падаешь с переворотом конечно перебивает мне тренер спрашивает а они с тобой там все хорошо я ответить не могу сижу сижу там на грунте на песке я все-таки поняла лучше вы немножко без за выезд куда и все потом ой девочка девочка надо выездку да 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 тем более такая слабенькая куда ей а у меня такой буденовец был которым я таскал вообще по всему полю парсика ты как майский флажок за ним ужасно хорошо помимо комнат спорта ты чем любишь заниматься есть и какой-то хобби кроме лошади ну конечно время у меня не очень много свободного ну кроме моего хобби уборки квартиры готовки и всего остального у меня есть такое хобби ну достаточно не знаю обычное необычное я очень люблю вышивать крестиком потому что это успокаивает а ты что работа воисткового судьи очень напряженная и нервная какая до или после или во время когда она напряженная особенно после турнира сложного напряженная если выслушиваешь от садников почему вы поставили столько да обычно ставили 8 а вы поставили 7 а вы поставили 5 да вы нас не любите да и а бывают еще такие спортсмены которые очень агрессивно подходят спрашивают но в основном сейчас это любители вот когда они действительно просто не понимают что такое шкала подготовки лошади я начинаю говорить наверное слишком сложными для них фразами но все равно я считаю что каждый который человек это работа с лошади выступает он должен все знать все базовые нужно ему объяснить да скажи мне но пока мы говорим скажи да что-то подъезжать но вот как вот хорошо мелкими кубичками до кубичками хорошо чеками куда любишь ездить отдыхать мы всегда с родителями ездили куда им быть летом на море но так всей семьей за границу или у нас ездили и за границу и у нас ездили но за границу такую то что я маленькая была в турцию удобно было мне там сдавали в детскую комнату и я там тусовалась с аниматорами да но сейчас мне такой больше активный отдых нравится то есть я не хочу лежать на пляже мне хочется кем-то музее походить что-нибудь посмотреть в этом году вот была в прошлом году была в испании музей дали посетила покатались попросту немножко отвлечься не мешает от конноспорт от этих проблем да очень хорошо отвлечься потому что на самом деле у меня его много то что я еще еще организации занимаюсь соревнований приглашениями судей а это постоянная вечная с утра до ночи звонки письма вопросы и надо же всем другом быть а то иначе как они будут сотрудничать ну да общение в вашем виде спорта очень важная часть часть работы отношения судей в таком субъективном виде спорта очень субъективным мне кажется субъективным вид спорта но потому что это не оценивается технически как в маршруте ты закончил те секундомеров вот ты прошел до такое количество времени если ты сбил у тебя штрафные очки все-таки вы принимаете решение человеческий фактор присутствует как и в фигурном катании но присутствует но все равно есть же четкие критерии оценки ну как того или иного элемент не ну как мы же когда сдаем вот сейчас я сдавал экзамен мне же надо было ответить четко по правилам то есть вот это вот что это 8 или 7 вот пассаж мне показали оценка я говорю 8 не говорят нет 7 с половиной если все было просто все было четко нет тогда не было 4 судей или 5 5 или 7 на олимпиаде на чемпионате мира оценки разные у всех выводятся плохие отбрасываются зависит от точки ну да зависит от точки хорошо зависит от точки правда иногда не видно действительно отстал на менки или ровно поменял с какой-нибудь боковой не будет видно если это менка вот там после прибавленного галопа но такие петельские ладно хорошо ты готовить любишь я или приходится вот твоя нет я у меня мама очень хорошо вкусно готовит и наверное передалось чуть-чуть то что я сначала готовить не любила сейчас мы я был по чуть-чуть лимоном побрызгаем потому чтобы она у нас не так готовить ты не любила нет я не любила да но сейчас я полюбила на готовлю практически каждый день так что у меня семья у тебя есть муж муж дети детей нет как давно ты замужем ой всего несколько месяцев я вспомнил сегодня сколько не может у тебя коник нет вообще не коник а где вы с ним познакомились познакомились познакомить такая тоже история странная но странная принципе если конница познакомилась с человеком который не коник и у нее мало времени выходить куда-то где не познакомиться я была знакома с его родным братом 10 лет и общалась а с ним как то я его давно 10 лет назад увидела и как то вру и ничего и мы не не общались и были вроде как знакомы но ничего как бы даже дружеских никаких отношений не было а потом раз у общих друзей встретились на вечере и все и через два месяца вместе жить стали он поддерживает занятия твой и конным спортом да но я хочу сказать что он не мешает вообще никак я могу ехать куда я хочу я могу там игру я поеду на соревнования в нижний новгород на неделю на следующей неделе и меня спокойно какой золотой человек прекрасно это на самом деле очень тяжело встретить человека который понимал бы особенности твоей работы и сказал да и лежали без проблем да куда нижний новгород на сколько на неделю а все давай все чемодан сюда 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 я на рыбалку нет на рыбалку у него очень сложно работать тоже очень много работы кем она работает если не военная тайна не военная работает в государственной структуре госслужба чиновник а он занимается спортом маленький чиновник ой ну так как он такой высокий два метра ростом и достаточно такой атлетического или не совсем он хотел скакать на лошади и сначала когда со мной познакомился то есть ему он очень любит животных это тоже большой плюс вот ему прям хотелось так мне кажется нас курица сварилась мы сейчас мы посмотрим хорошо если сварим и вот потом тоже будем резать сейчас ее вытащим и поставим туда яйца хотел на лошади но лошадь под такого найти до 2 метра 100 больше 100 килограмм настоящий мужик богатырь должна радоваться понимаешь большинство конников это смерть штанах понимаешь коленочки торчат такой худенький идет а у тебя настоящий нормальный русский мужик да не стыдно маме показать что у нас курицы курица сварилась курица сейчас мы меняем воду и для этого нужно слить яйца сливаем воду так кладем ну сейчас штучек 6 сварим на самом деле яйца даже еще для украшения хорошо не только для вкуса так они такие симпатичненькие маленькие они просто выкладываются но сам новый год праздник ты любишь ой да я очень люблю новый год на самом деле мой любимый праздник но вот сам процесс подготовления к этому праздник подарки любишь чтобы тебе дарили подарки но я даже больше люблю дарить потому что есть люди которые любят подарки дарить а есть которые любят получать а сами не любят такое тоже бывает мне почему-то изначально с детства было что например папа вот он купил мне как что-нибудь он мог мне на день рождения ничего не подарить либо на 8 марта или на какие-то вот такие вот да общепринятые ничего не подарить а подарить в тот день когда ему удобно и у меня произошла не привязка к датам а просто к хорошему настроению и как бы таком порыву душевную то есть как говорится у меня день рождения сегодня подарки принимается в течение года принципе неплохо может сразу заявить папе что вот вот так вот пожалуйста ничего страшного он так и ничего страшного он так и делает и поэтому для меня для меня всегда праздник турнир крупный какой-то интересные тоже мне нравится и каждый даже вот я уже 10 лет сужу мне каждый раз соревнования ну конечно уже сейчас не клубные хотя изначально даже клубные были я просыпалась с утра вот такой вот как бы с предвосхищением какого-то такого интересного события а вот есть ответственность вот у судей нет ответственность есть ну конечно все таки от твоего решения будет зависит они конечно конечно все работы на некоторых результат всей жизни конечно конечно есть такое я очень переживаю что я там например там половинку даже не так поставила или так поставила потом думаю над ездой ага что ему написать то что мы же еще пишем по окончании лизы и вот эти вот ну как общее замечание в общем на общее впечатление от проката а другие виды конного спорта ты любишь да я все люблю ну какие все какие-то любишь я иногда например работают на троеборье на кроссе на барьерах мне нравится барьер то есть такая кардинальная да да я по выездке на кроссовый барьер да да там не очень сложно да прыгнул не прыгнул упал не упал штрафной не в штрафной зоне ну там не так сложно конечно как выездку судить но больше адреналина это на сто процентов и когда ты видишь я понимаю как эти люди несутся на мертвый барьер да глаза сам немножко прикрываешь только проскатили так господи как они это делают на самом деле я сам выступал в соревнованиях по троеборью время да на чемпионате советского союза выступал это мои были последние соревнования по троеборью перед тем как я поступил в высшее учебное заведение поэтому я знаком принципе со всеми видами конного спорта но более-менее в одних и более профессиональным троеборье менее но я знаком со всеми так что понятно троеборь конкурт конкурт мне очень нравится смотреть я смотрю по телевизору если я вижу что какие-то крупные или не крупные у нас же крупные пока когда прыгаем нет я смотрю ролики в фейсбуке когда что выкладывать подсматривать смотрю смотрю конечно нет я вальтежировку например не очень не знаю не совсем понимаю ну да как то на самом деле вальтежировка и в нашей стране она уже начинает так достаточно серьезно развиваться и когда это на таком хорошем профессиональном уровне конечно приятно смотреть это похоже на работу таких художественной может гимнастике акробатов акробатов цирк хорошо переходим дальше вернемся к приготовлению нашего царского салата значит картофель я порезал морковь тоже огурцы порезаны отлично теперь нам надо курочку и еще огурчики что я делаю с картошкой куда можно вон к этой к моркови моркови отправить хорошо отправляю к моркови теперь огурцы солененькие солененькие без них не обходится вот я помню все эти праздники новый год еще хочу сказать что последнее время прожив европе там новый год так не празднует как у нас передаю открывать мужчине да знаете легким движением руки все открыл я не знаю вот обычно женщины недавно слушал комедии клуб они говорят женщины всегда притворяются что не могут открыть один горит я наблюдал за своей женой когда она без меня пыталась приготовить где очень так легко раз крышку открыла одним движением а когда горит я рядом горит она ой я не могу пожалуйста открой эту крышечку я никогда ничего не могу на самом деле вы что-то скрываете от нас женщина конник она может и коня на скаку остановить и крышку просто мизинцем открыть нет ну выискового всадника же не должны быть сильные руки пальцы а что у него должно быть сильное сильное терпение терпение да терпение и надежда но мне кажется вот выиска такой очень прекрасный красивый вид спорта и по моему наблюдению у выисковых всадник всегда виноваты судьи или лошадь выисковый всадник не виноват никогда мало поставили они меня не любят они к нам придираются они к нам не так относятся могло бы получше а вот другая мне поставила два балла больше такой есть небольшой такой момент я стараюсь это не слушать иначе все равно огурцы как я режу тоже маленькими такими кубиками мы сейчас все делаем вот такими маленькими кубиками потому что мы все будут смешивать у тебя есть какие-то кумиры судьи кого ты считаешь у нас в россии скажем наиболее авторитетными судьи наиболее профессионально главный мой учитель такой постоянный помощник и моя большая подруга это ирина макнами она стала пятизвездочным судьей единственная в нашем регионе насколько и первая в россии и первая в россии да это действительно большое достижение для нашей страны сейчас это самый молодой судья фы и уровне 5 звезд и самый красивый а я самый молодой 3 звезды это приятно слушать а вот международным суде которые не наши за границей любые есть да есть конечно я могу сказать что так как я уже работаю на соревнованиях международных ну лет пять наверное чайчиком и в секретариате и потому что иначе стать международным сутью невозможно кто самый крутой по твоему вот самый самый крутой самый самый ну у меня несколько вот таких хороших любимчиков но это марибель алонсо она в этом году не в этом году на прошлой олимпиаде была президентом гранд жюри из мексики пятизвездочный судья очень интеллигентная прекрасно казалось бы не ведущая страна в иске да потом конечно же меня принимал экзамен это катрина вюст очень часто приезжает к нам в россию да и множество олимпийских игр от судила и тренировала и сама спортсменом было и в сборной было очень много чему поучиться и хорошо что у меня есть такая возможность потому что мы с ней общаемся тоже на дружеском уровне все переписываемся даже перезваниваемся болтаем так очень интересно вот твоя цель в твоей работе есть у тебя цель к чему-то там не изначально была целью судить олимпийские игры то есть ты хочешь стать судьей уровнем пяти звезд и судить олимпийские маленькая ну каждый солдат мечтает стать генералом если нет мотивации нет цели то очень тяжело развиваться и двигаться вперед но есть некоторые люди это абсолютно нормально которые говорят мне достаточно уровень 2 звезды или 3 звезды да и я согласен я мне нравится работать мне больше не надо ну ты все-таки максималист да да я как-то изначально когда начала заниматься судейством вот 10 лет назад я сразу почему-то решила что я хочу именно быть международным судилой то есть не то что вот так вот по россии что-то судить нет что вот я буду добиваться именно международного судей уже ездил за границ я чичиком ездила но у меня уже несколько примерно как ассистент это ассистент да но на будущий год ну вот на 2018 год у меня уже несколько приглашений за границ на самом деле это удивительно потому что мало трехзвездочных судей зовут понятно то есть изначально ты должен отработать как практикант как ассистент и потом когда видят твою работу может быть внимание опять же личные связи тогда тебе начинают приглашать там ну да там же у нас несколько экзаменов подготовительных до семинара мы должны сдать теневые судейство с пятизвездочными судьями сит-ин это когда сидишь в будочке и он там спрашивает а за это элемент что поставишь а почему а как а вот как то это объяснишь вот таких несколько надо пройти обязательно должен быть подтвержденный опыт участия соревнованиях ну я думаю что не все зрители не знакомы с особенностями именно судейство очень важно какая ответственность лежит на суде действительно это люди которые оценивают всю работу спортсмена на подготовительном этапе к тем или иным соревнованиям а иногда просто судьбу спортсмена решает и судьбу судьбы в странах на самых крупных соревнованиях так огурцы огурцы все достаточно а то это кубик теперь мы сливаем яйца и потом их чистить и я так вижу ты можешь работать и и тебе может быть и 70 и 80 лет 80 не уже сейчас 7 нет 7 недавно ушел один пятизвездочный судья да по моему после олимпиады которому много ну они каждый год уходят потому что конечно в основном за границей но таких странах где очень развит конный спорта германия голландия там судьями становятся уже в таком возрасте там 50 лет 45 вообще судьями или больше вообще но вот международными судьями международными потому что у них у всех еще в основном у всех какая-то своя профессия дополнительная то есть судейство это хобби да ну потому что это же не приносит много денег так ну все мы дочистили последнее яйцо в принципе у нас практически все готово и мы будем сейчас все складывать вот такую красивую тарелочку у нас вот все у нас порезано а яйца просто пополам надо разрезать мы их потом выложим для украшения хорошо я буду резать яйца пополам да и потом еще лучок тоже туда его добавим для сначала складывать мы выкладываем листья романа ну в принципе так для свежести и еще для украшения потом все что мы порезали мы все складываем а вот на старты когда выезжаешь что вы кушаете на стартах ну мы на самом деле очень любим когда хорошие рестораны такие как максим это же хороший ресторан вот ну в основном чего либо есть это за границей то какая традиционная кухня вот очень во франции вкусно кормили нас не было какая кухня тебе нравится больше всего ну кроме русской если мне нравится все такое легкое и нежирное просто потому французская итальянская французская такая до средиземноморская просто потому что мне же ну не только спортсмены я считаю должны хорошо выглядеть суде тоже тоже хорошо вы мне конечно порту нас конечно а ну вот пока ты формируешь наше блюдо наполняешь эту тарелочку нашими ингредиентами я тебе будут задавать блиц вопросы а ты постарайся быстро на них отвечать уж с какой особо не концентрируйся на этом просто отвечать первое что придет хорошо это я умею то что мы когда судим мы первое что приходит в голову то и ставим понятно да уважаемые всадники не обижайтесь пожалуйста на судить это первое что им пришло в голову именно в эту секунду именно в эту секунду да думают они потом хорошо начинаем блиц опрос очень быстро отвечаем оливье или винегрет винегрет торт или колбаса торт собака или кошка собак елка ли сосна елка зима или лето зима рыбалка ли тренировка тренировках тренировок мороженое или соленый огурец мороженое шампанское ли сок шампанское хорошо выскали конкур Понятно. Кофе или чай? Кофе. Каша овсяная или манная? Не та, не другая, но манная вкуснее. Путин или Собчак? Ой, политические вопросы не люблю. Понятно, Собчак. Мясо или рыба? Рыба. Томатный или апельсиновый сок? Томатный. 78,5 или 76,8? Первый вариант. Морковь или яблоко? Морковь. Вот видишь, за достаточно короткое время мы узнали немножко больше. А теперь я вижу... Вот это, Вов, только надо открыть, потому что я даже не знаю, как открывается. Может быть, нужно сказать фамилию? А, я знаю, как это открывается. Это новая бутылочка. Вот, пожалуйста. И вот это вот тоже. Ну да, вот видите, вот для чего нужен мужчина на кухне, чтобы мог все открывать. Да знаешь, может быть, нужно было потренироваться сначала. Сходить на тренировку, а не на рыбалку. Да, все-таки на тренировку надо было, а не на рыбалку. Все-таки на тренировку, да. Так, добавляем. Мы такую заправочку делаем. Майонез, соус, варчестер и горчицу. Курицу и яблоко добавим потом, чтобы просто не размокло. Так, теперь мне нужна ложка. 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 Вот у нас есть ложка. Там вилка. Слева лежит ложка. Мешаем. Ну, так выглядит неплохо. Я, знаешь, иногда так крышечкой накрывал, вот так вот. Потряс, потряс, потряс. Ну, это из Макдональдса. Из Макдональдса. Такие салатики. Так. Так, дальше что? Остались яблоки и курица. Кладу дальше яблоки и курицу. У меня только ощущение, что у нас не все влезет. Ну, вот так. Много получилось. Пытались. Сейчас я очень аккуратно просто кладу из-за того, что у нас достаточно маленькая плошечка. А приготовили мы на целую семью. А ингредиентов? Оливье не готовится в размере 100 или 200 грамм. Да, не готовится. Обычно в пол ведра или ведро. Оливье это всегда либо. Мы пытались сделать маленькую порцию, но все-таки гены и наши русские традиции не позволили. Наш российский новый год. Мы это сделать, да. Ну, и мы все уместились все-таки. Так. Ну, вот. Практически мы доделали. Профессиональный человек умешал все. Ничего у нас не вывалилось. Практически блюдо готово. Сейчас мы его украсим? Да, сейчас мы его украсим. Я их пытался как можно аккуратнее порезать, как нужно положить. А вот просто вот так красиво вокруг, чтобы это было с гармонией. Да, с гармонией. Я очень дружу с гармонией. Ну, для конкурных всадников же тоже важна выездка. Выездка, да. Гармония тоже. Гармония. Ни один профессиональный всадник не сможет проехать большой маршрут, если его лошадь не выжжена. Иначе это будет похоже на борьбу двух животных. И эластичность спины. Конечно. Все, все, все. Без выездки некуда. И если кто-то думает, что можно просто прыгать, и для этого выезда не обязательно, то, как правило, такие всадники не добиваются высоких результатов. Ну вот, потихонечку мы все сделали. Конечно, может быть, какой-то в хрустальной вазе мы помним, что обычно у каждой российской семьи есть большая хрустальная ваза. Есть, и у меня есть. Есть такая толстая. Она в форме лодочки сделана, да? Есть лодочка, а есть еще плошечка. Плошечка, да. Туда помещается два с половиной ведра салата. Оливье еще, что она селедка под шубой. Обязательно. Вот у меня на столе селедка под шубой на Новый год и оливье. Это оливье. Ну вот, один из вариантов мы приготовили. Надеюсь, что в одной из наших передач мы посвятим также селедке под шубой. Да, видимо, да-да-да. Следующее блюдо селедка под шубой. А потом будем варить холодец 6 часов. Да, обратите внимание, мы не профессиональные люди, но мы сделали со всем сердцем этот продукт. И хотим всех зрителей, всех любителей конного спорта поздравить с наступившим Новым годом. Да, поздравляем всех с наступившим 2018 годом. Желаем всем всадникам гармонии, добиться действительно идеальной гармонии с лошадью, а также успешных выступлений и побольше ярких побед и соревнований. И также радостных моментов с Новым годом. А для садников, которые занимаются выиской, чтобы судьи вам все-таки ставили на балл, а может быть даже на два повыше и сразу, не думая. И до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»